В конце прошлого года мировые ралли-рейды пережили раскол. Календарь соревнований разделился на две серии – по бахам и ралли-рейдам. Тем, кто решил выступать в обеих, стало ощутимо сложнее, ведь количество стартов выросло. Зато конкуренция оказалась гораздо острее. Для представителей России такое деление точно оказалось на руку. Россияне Федор Воробьев и Кирилл Шубин стали обладателями Кубка Мира по бахам в категории Т3, одержав победу на бахе Порт-Алегре в восьмом и заключительном этапе сезона в Португалии. В самом мощном классе Т1 среди претендентов на чемпионство числился другой российский экипаж – Владимира Васильева и Константина Жильцова. К сожалению, поломка привода за несколько километров до финиша финального этапа поставила крест на их амбициях. В итоге Васильев и Жильцов остались лишь третьими в общем зачете, а чемпионский титул достался аргентинцу Орландо Терранове. В январе поклонники внедорожных гонок традиционно следят сразу за двумя ралли-марафонами. Но если 32-й Дакар пройдет на территории одной страны, и это будет Саудовская Аравия, то гонка Африка Эко-Рейс, которая в целом повторяет маршрут канонического Дакара, отныне станет трансконтинентальной. В программе этого года задействовано сразу 6 стран. Общая дистанция сложнейшего марафона составит 6000 километров, и две трети придут на спецучастки. При этом организаторы серьезно обновили спортивную составляющую и улучшили логистику. 12-й по счету ралли-марафон стартует в княжестве Монако, чтобы финишировать на берегу знаменитого розового озера в Дакаре. Несмотря на перемены, изюминкой марафона останется пустыня Сахара, где традиционно решается исход гонки.